Итак, непосредственно по интервью. Руслан Курбанов опубликовал интервью Рамзаном Кадыровым. В разговоре Курбанов привел аналогию из истории пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Он сказал Кадырову, что пророк, мир ему и благословения Аллаха, переселился в Медину, и ансары тогда приняли и пророка, мир ему и благословения Аллаха, и тех мухаджиров, которые были вместе с ним. И он привел параллель, что точно так же, как тогда ансары приняли мухаджиров, точно так же чеченцы когда-то приняли имама Шамиля, вместе с его сподвижниками. На что Кадыров ответил Курбанову вот так. Я полностью пророк, как и стоит, улыбалась, но я думаю. Кадыров заявил, что он очень хорошо знает историю пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Я говорю полностью историю пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, знаю. Делает вот такое пафосное заявление Кадыров и затем выдает абсолютно бредовую какую-то информацию, просто вот полный бред, который я сейчас разъясню. Ну а я хочу сказать Кадырову следующее. Ты сразу после этих слов, ты сказал о том, что ты уже провел параллель между тобою и пророком Мухаммадом, мир ему и благословения Аллаха. Давайте послушаем этот момент тоже. И когда сказали, убери слово, посланник, Алис сказал, не уберу. А наш пророк меня обвиняет, что я необразованный, что я не умею читать, писать. А наш пророк тоже, что он лавал его самым домом, не умеет. Так вот, Кадыров, твоя проблема, она не в том, что ты безграмотен. Твоя проблема в том, что твоя академическая голова, одаренная, она не слишком наделена интеллектом. Понимаешь, вот в чем твоя проблема. Если бы ты просто не умел читать и писать, в этом бы не было никаких проблем. И при этом, если бы ты не пытался быть академиком, кандидатом экономических наук и вот все вот эти твои регалии, о которых ты заявляешь. Если бы вот этой всей лжи в тебе не было, тоже не было бы никаких проблем. Если бы ты, понимая свои интеллектуальные способности, не делал бы вот такие вот пафосные заявления, как я полностью знаю историю пророка, мир ему и благословения Аллаха. Если бы ты такие вещи не говорил, не было бы проблем. И возможно, я сейчас вот эти твои ошибки первоклассника в истории, я бы их сейчас не стал бы разбирать, если бы ты не делал вот таких пафосных заявлений. Сейчас я вынужден разобрать и разнести в пух и прах ту чушь, которую ты там нес. Итак, знаток истории пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, Рамзан Кадыров, говорит следующее. После того, как договорились, подписали мирные соглашения, пророк еще 10 лет ждал, не нарушая Дома. Хотя вот закончился срок примирения Дома и перемирия Дома, еще 10 лет ждал. После того, как подписали мирное соглашение, говорит, пророк еще 10 лет ждал, говорит, не нарушая этого мирного договора. Затем он говорит, хотя срок уже был закончен, говорит, он все равно, говорит, ждал. Здесь полный каламбур мыслей. Получается, Кадыров считает, что было заключено худайбийское перемирие, которое было заключено на 10 лет. Это исторический факт. И Кадыров считает, что пророк, мир ему и благословения Аллаха, 10 лет выждал. Затем он говорит, что он еще подождал, я не знаю, сколько он имеет в виду, но он еще столько-то, видимо, подождал. И только после этого была покорена Мекка, по версии Кадырова. Я сейчас оставляю то, что после этого он еще сколько-то ждал. Допустим, давайте не будем это брать в внимание. Возьмем просто во внимание то, что Кадыров считает, что пророк Мухаммад, мир ему и благословения Аллаха, те 10 лет, на которые было заключено худайбийское перемирие, эти 10 лет пророк, мир ему и благословения Аллаха, выждал. И только после того, как был окончен этот 10-летний срок, только после этого он пошел в поход на Мекку и покорил ее. Вот если бы у тебя была бы хотя бы базовая информация из истории пророка, мир ему и благословения Аллаха, если бы ты хотя бы один раз в своей жизни прочитал бы Сиру, один раз ты бы такой бред никогда бы не сказал. Либо ты, может быть, это знаешь, но у тебя в голове нет вообще никакой логики, у тебя нет никакого логического мышления. Это еще с более худшей стороны тебя характеризует. Известный факт, что пророк, мир ему и благословения Аллаха, к нему пророческая миссия была неспособлена в 40 лет. Умер посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, здесь ученые разногласят, по версии одних 61 год ему было, по версии других 63 года. Здесь, может быть, из-за того, что берется в счет григорианский календарь, календарь по хиджри, давай возьмем 63 максимум. Достоверно известно, что 23 года, получается, призыв длился, 40 лет, 63. 23 года пророк Мухаммад, мир ему и благословения Аллаха, призывал к исламу. Достоверно известно, что 13 лет посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, призывал, будучи в Мекке. И только спустя 13 лет он переселился в Медину. То есть, даже если бы у тебя была вот эта вот базовая информация и немножко логического мышления, ты бы уже понял, что остается только 10 лет. 10 лет он жил в Медине, а худайбийское перемирие было в эти 10 лет. И за эти 10 лет была покорена Мекка. У тебя уже должна быть картина, ты должен понимать, что он не мог выждать 10 лет этого перемирия и только спустя 10 лет покорить Мекку. Просто даже этого было бы достаточно. Тебе не нужны другие знания. Ты не обязательно должен был ориентироваться по датам и так далее. Просто вот этого логического мышления для тебя должно было быть достаточно. Но у тебя нет этих элементарных знаний. Поэтому я сейчас проведу небольшой ликбез для тебя и твоих прихвостней, которые наверняка тоже не знают этого. Худайбийское перемирие было заключено в 6-м году Хиджры. В 6-м году Хиджры Кадыров. А Хиджра, она была спустя 13 лет после призыва, который был в Мекке. Спустя эти 13 лет пророк Мухаммад, мир ему и, ваше имя Аллах, переселился в Медину. И вот этот вот год его переселения стал первым годом в исламском летоисчислении. А Худайбийское перемирие было в 6-м году. Ты понимаешь, через 6 лет было заключено Худайбийское перемирие. А Мекка была покорена в 8-м году Хиджры. В поход на Мекку мусульмане отправились в месяц Рамадан. В 8-м году Хиджры. То есть спустя 2 года Кадыров. Всего лишь 2 года продлилось Худайбийское перемирие. И нарушено оно было мекканцами, когда союзники мекканцев вместе с хурайшитами из Мекки совершили военную агрессию в отношении союзников мусульман. Таким образом было нарушено перемирие. И в 8-м году Хиджры была покорена Мекка. Если у тебя нет этих элементарных знаний, зачем делать эти пафосные заявления, что ты полностью знаешь историю пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Лучше бы ты, чем заниматься вот этой ерундой, лучше бы ты хотя бы один раз прочитал бы действительно историю пророка, мир ему и благословения Аллаха. И не говорил бы таких глупостей. Но на этом, конечно, твои глупости не закончились.